Наталья, ну, заинтриговали вы, конечно, книгой, я знаю вообще ту открытость и откровенность, которые вы интервью даете телевизионной, я могу представить, что в этой книге было, наверное, сейчас люди напряглись и думают, что там будет, расскажите, что там будет. Ну, в принципе, сегодня, мне кажется, каждый, кому не лень, у кого есть время, пишут книги, и, в принципе, в этом что-то есть, страна опять начала читать книжки, и, в принципе, достаточно часто я посещаю сама книжный магазин вместе с дочкой, поэтому мне, конечно, тоже давно хотелось что-то подобное сделать, но не было возможности, просто, откровенно говоря, времени. А тут в моей жизни появился очень хороший один журналист, Миша Комлев, который сказал, Наташа, ну, давайте, вы просто мне рассказывайте, а я буду это все записывать на диктофон, а потом, так сказать, все это приведу в нормальное состояние, а вы уже подправите. И вот сейчас этот последний этап, когда я подправляю. Вы совершенно правильно сказали, что да, я достаточно откровенно своих интервью, но мне кажется, зрителей надо в хорошем смысле шокировать, и этим можно... Вам, вам это удается просто, да, там бывают такие моменты, что... Вот, но я хочу им рассказать правду, рабочее название этой книги называется «Исповедь», возможно, она будет так называться, может быть, чуть-чуть по-другому, но там действительно ни слова лжи не будет, я даже хочу, знаете, сделать такую историю с фотографией, когда я кладу руку на книгу и говорю, что я клянусь говорить правду, только правду. Вот, никакой фальши, никакой выдумки, вот, начиная от моего детства, то, что мне рассказывала моя бабушка, про моих прабабушек. То есть, та самая бабушка, которую вы называли мамой, да? Да, та самая бабушка, которую я называла мамой, которая, да, у вас... Ну, словно говоря, венгерская, то есть, которая вызвала вас в Венгрию. Ну, мы, правда, с бабушкой очень много лет прожили вместе, и на первоначальном этапе мама была очень молода моя, когда они разошлись с папой, и бабушка ее поддержала... А сколько ей было? Маме? Да. Ну, я думаю, наверное, лет 21, может быть, да, ну, действительно молодая. Надо же дальше строить свои... Ну, вы-то тоже первого в 20. Да. Произвели, да. Яблоко, как говорится, от яблони. По стопам, да. Да. Вот. И, в общем, бабушка взяла меня на воспитание и достаточно долго. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додалев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.